Татьяна Зиц спрашивает, Михаил, вы близки с Геннадием Жаровым. Часом не знаете, какому событию, в честь чего написана песня «Волшебник»? Часом знаю, дорогая. И не только знаю, но и песня написана по моей просьбе. Было такое знаменательное событие, когда в 90-х Москву наводнили всевозможные колдуны, шарлатаны, гадалки и так далее. Трепетное сердце моего товарища не выдержало. Он не смог пройти мимо вопиющей несправедливости, наглого обмана. И подчистую вынес хату колдуна Юрия Лонга. Ну, я думаю, Олег сам об этом с удовольствием расскажет. Да. Ниша, ну ты меня представил прямо Арбенгудом. Да, действительно, долго вычисляли, его долго пасли. Дело в том, что в квартире постоянно кто-то оставался. Сходить на плечах не хотели, потому что это совершенно другой с ними работы. А тут едем по Москве, висит, как это называется, объявление, не объявление, а я афиша. Афиша. Ну, Юрия Лонга такого-то числа, в такое-то время концерт, выступление, в концертном зале Октябрьский. Приехали пораньше, дождались, пока он со всей своей свитой покинул квартиру. Кстати, народу с ним там было и ассистенты, и помощники, которые изображали из себя там глубоких, якобы вылечившихся от всяких недугов. Ну, а дальше дело техники. Как зайти в квартиру, находящуюся под сигнализацией, имеющую бронированную дверь. Я вам не буду рассказывать, это уже чисто профессиональные секреты. Ну, а там, как в фильме «Иван Васильевич меняет профессию», когда Жорж Милославский брал квартиру знаменитого «Шпака». Вот это я удачно зашел. Храните деньги в сберегательной кассе. Да, через пару дней появляется публикация в московском комсомольце, где идет прямая речь Юрия Лонга, который рассказывает о том, что его обокрали, и говорит, я послал сигнал огромной разрушительной силы в Банк космических данных. Там через несколько дней этот сигнал вернется на землю, и с разрушительной силой, значит, неотвратимо поразит всех моих оппонентов. Я теперь переживаю. Я же белый мак, а не черный, но вот не сдержался. Я хочу спасти своих оппонентов. Они должны немедленно ко мне обратиться, чтобы я, в общем, там провел над ними ритуалы, которые их спасут от заклятия. Да, там, кстати, два моих коллеги, я их подгельниками не могу назвать, потому что по одному делу мы никогда с ними не проходили, они оказались людьми, скажем так, ненабужными, ну, слишком мнительными. Суеверными. Кричат, все пропало, шеф, гипс снимают, клиент уезжает, может быть, действительно сделаем возврат. Я говорю, вы опола умерли, успокойтесь. Обратился к одному самому товарищу, у которого хорошо была подвешена мухла, попросил его сделать звоночек, мобильных телефонов тогда не было, тут есть только санкционарный, и он из телефонной будочки набрал нашему колдуну Гаев. Слушай, сюда, еще раз ты какой-нибудь такой выкинешь провокацию, дашь статью в газету. Я не маг, но я пошлю сигнал малолеткам, они приедут к тебе, вынесут все, что не успели вынести. После этого все публикации прекратились. Взяли меня, Олеш, я тебя на секунду перебью. Там еще прикол, я как наблюдатель со стороны, значит, бубль с дуру, спер или кто-то из его товарищей, спер концертный пиджак Юрия Лонга, золотая парча, значит, бархатный воротник, там какие-то... Бархатный черт. Да, какие-то там перламутровые пуглицы, то есть нормальный человек там на улицу, в нем по-любому выйти не может. Ну, Олег взял, когда мы там на Урал поехали, короче, местному босиковному отдали. Да, там Толя Чуркин, местный алкоголик, бывший вратарь Новотроицкого металлурга. Его поэтому весь город знает, он бомж, ну, без роду, без племени. И вот ему подарили этот пиджак. И представьте себе картину там, раннее утро, там пивнуха, собираются такие маргиналы, и Толя Чуркин там выруливает в этом концертном пиджаке, там жилье местное подъезжало к нему, прикалывало. Вот, Толя, продай пиджак. Ну, Чуркин, не подам подарок. Я думаю, местные дамы были все его. Бомжихи. Нет, ну, слушай, взяли-то неплохо тогда. Действительно, во-первых, он был упакованный полностью. Они деньги тогда неплохие зарабатывали. 91-й год. Союз рушился. Люди, которые не знали, что делать, куда бежать, чем заниматься, на последние сбережения на свои шли к этим аперистам, несли им в надежде, что им действительно чем-то помогут. У меня иск был 96 600 рублей на минуточку. Это с обескими деньгами. Расскажи, как тебя взяли, как тебя приняли. Приняли меня уже через полтора года. Принимали совершенно по другой теме. К сожалению, я оставил дома видеокассеты с записями концертных выступлений и домашнего видео. И, соответственно, у меня остался один видеомагнитофон. Бубль не отворачивайся от камеры, туда смотри. Поэтому прицепили. Брали очень жестко. Брали Петры, допрашивали, как в 37-м году в НКВД. Тюрьма не принимала. И мы избили так, избили так, что тюрьма не принимала. Говорят, он кряхнет, он кряхнет, нам отвечает. Прятали меня две недели по КПЗ. В оконцовке все-таки они меня довезли до Петровского Петровского ИВС. Там даже врачи говорят. Мы ведь не возьмем его, пока утергруппа не зашла, это наш клиент. Он говорит, ну, будет хорошо. Сажайте. В газетах вышла очередная статья. Ментам не откажешь в чувстве юмора. Значит, такого типа, что недавно, значит, что, как известно, там, два года назад обокрали мага Юрия Лонга, который обещал там разыскать преступников с помощью своих, там, чудодейственных способностей. Значит, никого он не разыскал, но уголовный, московский уголовный розыск в это время, там, значит, не покладая сил, шел по следу преступников. И вот на улице Криворожской задержан молодой человек цветущего вида этого бобля. Значит, без всякого рода, без признаков космических хворей. Там, в таком духе, вот статья, вот вышла. Да, слушай, ну, вот эта вот статья действительно смешно. Вы концовки накрутили мне из него пятилеточку. Я вот сейчас вспоминаю, в наследственном эксперименте меня все время атаковала будущая жена Юрия Лонга. Но в то время она была еще не женой, она была хожительницей, ассистентом его, которая изображала медсестру, падающую в обморок в море, когда он якобы оживлял похойного. Вот он меня пытался все спровоцировать на следственном эксперименте типа того, я знаю, что у тебя при обыске было изъято оружие, и если бы вот как кто-то дома находился, как бы ты поступил, я объясняю, мадам, я крадун, я не разгонщик, это совершенно другая специализация. Не переживай, к этому поводу. Олег, это была любовь с первого взгляда. Нули прибавлялись на купюрах ежемесячно, и вот эти 96 тысяч с копейками за полтора года превратились вне 100. Кстати, Геннадий Жаров опять же по моей просьбе написал песню, посвященную этому событию, и мы под этой видажкой сделаем сносечку, кто хочет, послушайте эту песню. Спасибо. Все.